Книга Откровения Как Он будет руководить событиями в конце времен, каким образом это все произойдет и что будет итогом всего. Мы сейчас не будем говорить о конце времен, а только о первом письме, которое адресовано Эфесской Церкви. Иисус представляется и говорит, что Он держащий семь звезд в деснице Своей и ходящий среди семи золотых светильников. Семь ангелов этих церквей в правой руке Господа. Иисус держит, хранит и поддерживает Своих служителей, мужчин и женщин в Своей правой руке. Это невероятно ободряющее слово для Церкви, которое, конечно же, находилось во враждебной среде. Господь сейчас также ходит посреди семи золотых светильников. Через несколько минут вернусь к образу золотого светильника, а пока поговорим о Эфесе. Это космополитический огромный город, в то время с двумястами или тремястами тысячами жителей. Спортом, торговлей, процветающей экономией и богатой культурой. До сих пор можно увидеть реликвии известной библиотеки Цельса, которая хранила более 25 тысяч свитков. В Ефесе находились римские арены, и их остатки все еще видны. Там также практиковалась религия в известном храме Дианы или Артемиды, как его называли римляне. И так это все влияло на атмосферу в Ефесе. Апостол Павел пришел в Ефес, об этом можно читать в книге Дианей, в 18 и 19 главах, и он насаждает церковь именно в этой среде. Это многокультурная среда, сильная экономика и религии, где явно проявлялись силы тьмы. До такой степени, что когда Павел проповедовал, поднялся мятеж в городе, именно потому что была затронута божественность Дианы. Но Библия говорит, что за два года весь регион услышал Евангелие именно потому, что церковь была насаждена в Ефесе. Она изначально состояла из 12 членов, которые получили облачение силу Духа Святого. С помощью учеников, чье число возрастало, люди прилагались, церковь росла, и весь регион был изменен. Апостол Иоанн написал книгу Откровения намного позже. «Будучи пожилым человеком, сосланным на острове Патмос». Это греческий остров на границе с Турцией. Это было примерно с 90-го до 100-го года нашей эры. Итак, Ефесской церкви было приблизительно 40 лет. Послание к Ефесинам было написано в 50-м году нашей эры. Примерно 40 лет прошло. Иисус говорит этой церкви, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Иисус говорит много приятных слов этой прекрасной церкви в Ефесе. Это церковь, которая пережила истинное духовное пробуждение, но как обстоят дела? 40 лет спустя. И теперь Иисус указывает на то, что может казаться странным, потому что можно подумать, если они хорошо трудились, проявили терпение, хранили верное учение. Что еще нужно? Это церковь, на которую нужно равняться. Проверенная церковь, которая правильно функционирует, творит дела, оказывает влияние. Чего не хватает? Нельзя ли хвалить такую церковь? Достигнута ли цель? А вот и нет. Иисус говорит кое-что, и это является центром сегодняшнего послания. Никогда не теряй первую любовь. Иисус говорит, имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою. Возвращаюсь к золотому святильнику. Святильник был сделан из чистого золота. И Иисус желает найти церковь с чистым золотом, с чистыми ценностями. Ценность и образ золота — это и есть первая любовь. Первая любовь — это любовь, которая не вычисляет. Это спонтанная любовь, которая дает все. Любовь Агапы. То есть безоговорочная любовь. Это любовь, которая не ищет своего. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, первой главе, что можно сделать многое, но без любви. То есть, можно творить великие дела, но с маленькой любовью. А можно творить маленькие дела, но с великой любовью. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, говорит нам так же, что можно отдать жизнь без любви. Проповедовать невероятно хорошо, но без любви. И тогда мы как кемвал звучащие. Золото имеет разные степени ценностей. Есть 24-каратное золото. Это чистое, очень дорогое золото. Также есть 18-каратное или 9-каратное золото. Это золото, которое сплавляется с медзью для того, чтобы оно стало твердым. Чистое золото, податливое и нежное. Эта твердость достигается посредством сплава. Сегодня Иисус говорит нам, что противоположность любви — это не обязательно ненависть, это ожесточение. Иисус сказал, что брак не функционирует и завершается разводом из-за ожесточения вашего сердца. Ожесточение отнимает чистоту и силу любви. Этот сплав удаляет чистоту любви. Первая любовь — это чистота, невинность. Это безвозмездная любовь. Первую любовь можно сравнить с первой заповедью. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью и возлюби ближнего, как самого себя». В конце Евангелия от Иоанна Иисус говорит Петру, который возвращается с покаянием, спрашивая себя, примет ли его Иисус. Иисус просто спрашивает, «А любишь ли ты меня?» Видите ли, любовь важна. Любовь переходит в вечность. Прибывают сие три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. На небесах закончатся дела, но любовь прибудет. В любви всегда можно возрастать. В первой любви я имею в виду. Не оставляй никогда первую любовь, чистую любовь, страсть, сияние. Посмотрите в глаза влюбленных людей, и вы там увидите сияние, красоту, страсть, пыл любви. Это любовь, которая сияет, как горящий светильник. Вот что такое первая любовь. Это не что иное, как сияние. В Ефесской церкви творилось много дел, но церковь стала религиозной. Она утратила сияние, спонтанность, чистоту, ценность любви. Они, конечно, претерпели многое, но что-то внутри сердца угасло. Страсть, огонь, рвение отсутствовали. Дорогие мои друзья, вот что нам нужно вернуть и никогда не терять. Иисус сказал о трех вещах. Нет времени сильно углубиться, но в книге Откровений, второй главе, Иисус сказал, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Это в том случае, если ты не покаешься. Необходимо вспомнить первую любовь. Нужно вернуться к прежним делам. Нужно взять себя в руки и покаяться. Если Иисус говорит о том, что нужно покаяние, это означает, что первая любовь — не мелкая деталь. Ее утеря — это не просто незначительный недосмотр. Если нет первой любви, значит, нет силы. Первая любовь — неотъемлема. Письмо завершается очень прекрасно. Иисус говорит нам, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Церквям во множественном числе. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Подходите к этому древу жизни, приблизьтесь к Господу. Он есть жизнь с большой буквы. Он тот, кто дает то, чего не хватает. Он хочет вернуть вам огонь. Страсть, чистоту, ценность первой любви. Он желает наполнить сердцем. Он вас настолько любит, что хочет дать вам способность любить его и служить ближнему той же самой любовью. так что никогда не теряйте первую любовь. Храните ее, делитесь ею и передайте ее как огонь. Любовь будет таким образом возрастать. апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, первой главе, что можно сделать многое, но, конечно же, без любви. А можно и с любовью. Эта глава говорит нам так же, что можно отдать себе жизнь без любви и все прочее. Я благодарю вас за внимание. Пусть Бог обильно благословит вас. Не забывайте любить. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok